Привет, друзья! Приглашаю вас к просмотру нашей встречи, посвященной трансформации жизни. Это о том, как при помощи различных концепций, методик, техник сделать себя счастливее, сделать себя внутри другим, более целостным. Мы будем обсуждать такие темы, как дизайн человека, генные ключи, основанные на них программу «Золотой путь», концепцию духовной психологии и уроков души. Я надеюсь, эта встреча будет для вас полезна и понравится вам. Это все объединили, на самом деле много еще чего, я вот помню только самое главное, и главное даже еще модернизировали это все. И потом как получается, что вбиваешь дату, время, место рождения. «Вбиваем куда?» «Вбиваем в сайте». А там, может, вы можете сейчас даже набрать просто, допустим, сейчас уже все посчитано. Мы напишем, это на самом деле вопрос для телезрителей наших. Куда вбивать дату? Я рекомендую сайт «Любомудр». «Любомудр» с людьми коннектится, это социальная сеть. Еще чуть-чуть, и я чувствую, что будет слишком много информации. А можно ли сказать, что это такая продвинутая версия астрологии? Это, да, это точно именно оно. Да, это именно оно. Найти книгу, понимаете, что книгу найти, там, открыть ворота. Ну, это квест. Это про квест я еще расскажу. Это еще не квест. Это еще совсем не квест. Про квест я тебе еще расскажу. Ты можешь картинку вот эту, офигеваешь этой картинке. Там же не написано, когда ты вбиваешь все, там же просто без профиля, что ты подъекнул. Мы будем как файл. Ладно, еще чуть-чуть, вот, на самом деле, осталось совсем немного. Значит, ворота, если смотрят друг на друга и активны, то они образуют канал. Если есть активный канал, все, пушка, активируется чакрой, активируется канал, это там что-то значит. Есть у кого-нибудь под рукой, этот бодиграф, потому что пока я рассказываю это на словах, это вообще не то. Да-да-да, ну, может, в телефоне у кого-нибудь лезть у меня, потому что... Давай я тебе это попробую. Давай, вот, вот. Вообще, всем рекомендую, раз уж мы все-таки полезны в дизайн-человек, открыть Люпа Мудр. Телефон вот так будешь покажать? Ну, да, я покажу просто, как это выглядит. Люпа Мудр. Вбей в Google, потому что там пишется не очень удобно. Ну, не совсем понятно. Просто чтобы, ну, не на словах, это как схему на словах описывать, это лучше не раз поюзить. Любамудр.ру Да, да. Да, Любамудр.ру У человека есть оптимальная стратегия, как ему действовать в жизни. Кому-то нужно взаимодействовать с другими людьми и направлять их. Кому-то нужно слушать свое тело и ждать, когда появится энергия, чтобы что-то сделать. Ну, и она появляется, и у них вообще больше всех энергии, вот у этих ребят. Кому-то нужно быть проактивным, что-то инициировать и говорить другим, там, предупреждать других, когда они что-то идут делать. Вот. И это все было вводное про дизайн человека, вот, потому что самое-то главное, о чем я хотел говорить, как при помощи этого можно мне служить. И теперь я расскажу про ответвление дизайна человека, называется генные ключи. И это, так сказать, вот если это была до этого такая эзотерика, такая эзотерика, как бы это сказать, ну, в общем, конкретно, тот мужик, которого наперло в горах. А как его звали-то? Его звали Аллан Краколер, а потом его стали звать Ра-Уру-Кху. Вот, ну, типа, я теперь Ра-Уру-Кху. Ну, вот, так вот. То есть он не автор этой системы, а некий посредник, да? Да, это так они обычно и себя и позиционируют. Ра-Уру-Кху. Да, я что хотел сказать-то, то, что вот этот Ра, как по мне, был не самым добрым человеком, и это было видно в том, как он описывает. Он такой, несколько жесткий, несколько видит все через борьбу, через выживание. И вот, а в духовности обычно смотрят не так, о том, что все едино, все любовь, и как бы все сам заслужил, сам выбрал. И, значит, был у него ученик Ричард Рад, который как раз за духовность, который пересмотрел вот этот вот дизайн человека, особенно вот эти 64 темы из китайской книги, в более духовном ключе. И вот то, как он их пересмотрел, то, как он их описал, вот это реально меняет жизнь. Вот я, собственно, наконец же пришел к тому, о чем я хотел бы поговорить. Вопрос. То есть там действительно есть возможность как-то менять жизнь, как ты говоришь, да? То есть как лечить-то то, что получается? Вот астрологи методов лечения не дают, вроде бы. Вот у вас Марс в Венере и все. Не, почему? Конечно, дают. Астрологи еще как дают. Они говорят, что нужно прорабатывать там планеты, светилы, и в зависимости от того, где он у тебя там в Венере, в каком доме, это будут какие-то коррективы, а вообще там солнце зажигается через отношения с отцом, улучшение отношений с отцом. Как-то, наверное, прорабатывать не говорят. Нет, ну, это, значит, такие астрологи, которые не говорят, да. Я точно знаю, что есть астрологи, которые говорят. Да. Что делать здесь? Читаешь эти ключи, они на самом деле все про всех. Там про то, что каждая эта энергия может проявляться на уровне тени, тени. И тень – это когда ты чувствуешь какой-то страх, чувствуешь какую-то недостаточность в себе, может быть, что-то еще. И, ну, грубо говоря, утрированно проявляешь эту энергию стрёмно. Есть у этой же энергии, у этой же темы уровень дара. И он описывает сначала уровень тени, потом уровень дара. И прямо там видно, что это о том же самом, но только круто, только как талантливо, гениально, с любовью, творчески. А есть уровень ситхи, это уровень просветленных, и то, что там описано, обычно не очень логично, парадоксально, и мозг взрывает. И вот, собственно, поделюсь своим опытом. Изучал я дизайн человека где-то полгода. Пошел его изучать, потому что я очень эмоциональный. Вот я по соционике Дон Кихот, если кто знает, то Дон Кихот по соционике – это логический тип. И как бы не предусмотрено у него много эмоциональности. Ну, как бы люди, конечно, разные бывают, но вот по соционике ничего про эмоциональность у Дон Кихота не сказано. Он ждет эмоции от других, чтобы заряжаться. А я не понимал, ну, в фиге у меня постоянно вот прям эмоциональная миссирубка, калейдоскоп, американские горки. А мне уже рассказывали, что в дизайне человека у меня там что-то с эмоциональной, чакра там, она какая-то активная, там все такое. И вот я пошел это изучать, и мне там рассказали, что вот, ну, я уже почитал, в смысле, с моей конфигурации, меня будет постоянно эмоционально водить то в низ волны, это называется, когда грустно, то вверх. Это коли весело, то вот изредка будет ясность этого среди. И вот я изучал дизайн человека, изучал дизайн человека, изучал дизайн человека, изучал дизайн человека. И за полгода я кроме того, что я прошарился в дизайне человека, начал слушать отклик, вот то, что мы обсуждали, энергию, которая рождается в свое тело, и стал в курсе что меня будет эмоционально штрафить на самом деле ничего не изменилось а потом мне рассказали про эти генные ключи я читаю главный слоген и меня просто офигеть так у меня же такой потенциал я считаю 2 там у них есть определенный порядок приоритетом можно сказать ух ты меня прям прям я не знаю как это сказать я прям в потоке я прям весь вдохновленный я потом читаю третий у меня просто жизнь переворачивается он как раз про эмоции и там на самом деле одна из важнейших идей о том что в любой ситуации когда мы испытываем негативные эмоции мы можем воспринимать себя как жертвы этой ситуации как то что с нами кто-то что-то сделал или мы морская жертва какой-то драмы в которой нам стало плохо вот нам не нравится что ситуация сложилась так нам не нравится что вот этот человек что-то сделал мы как бы подпали под чьё-то влияние и это корень наших негативных эмоциональных состояний наших страданий когда мы чувствуем что кто-то что-то с нами сделал да мы чувствуем что ситуация несправедливо а мы можем выбирать как относиться к ситуации мы можем относиться к ней как к уроку как к опыту который мы пришли посмотреть чтобы вырасти мы можем совершенно любых ситуациях примет принимать жизнь и внутренне вычислил и ну как бы слова-то простые вот но там такой текст на самом деле это описано на 15 страниц ну ладно 5 страниц там как бы всякие отвлечения он очень поэтически очень вдохновляющий и я передал только самую суть вот там еще про ответственность за то как мы относимся вот про то что мы можем взять ответственность на себя зато как мы относимся в каком состоянии эти вещи на самом деле психологии говорят ну то есть там как бы есть такая шутка не хочу ходить психологу он опять скажет возьми ответственность за свою жизнь на себя вот примерно об этом но для меня вот по моей там карте вот именно вот эта тема вот она вот была тот момент надо было прочитать или прочитал меня просто перекрыла моя жизнь начала меняться и что еще хочу сказать о том что кроме генных ключей это вот описание 64 тем вот на трех уровнях с направленностью к духовному росту к внутренней трансформации ричард написала еще программу очень много чего сделал вот написал программу в каком порядке надо прорабатывать эти темы за что они в зависимости от активации по астрологии у тебя будут отвечать программа называется золотой путь и но это вообще сильная штука вот я я прохожу полгода я ее еще чуть-чуть недопрошел и вот если тогда меня просто вскрыла и офигела то что вам можно так относиться по другому эмоциям вот эмоции от этого не прошли я просто такой начал как-то по-другому к ним относиться меня последним каждый день просто у меня было до кости не падает настроение не хреново ну вот такой я человек эмоционально пройдя эту программу я научился от эмоций не закрываться я научился ими пользоваться я ну вообще в общем там есть такая тема называется генетическая травма она как бы я сказал является такой эзотерической основой наших главных психологических травм то есть ну короче есть психологии такая тема что все люди травмированы психологически и вот да и еще не ваще в утробе либо еще как потом как-нибудь либо в детстве и в общем в эзотерике говорят о том что это чуть ли не двигатель нашего роста потому что благодаря этим страданиям мы хотим вырасти чтобы не взойти вот и значит он предлагает вас в этой программе золотой путь способ какие темы надо прорабатывать и как смотреть на жизнь чтобы также проработать свою травму и вот у меня травма разделенности мне больно от одиночества и всю жизнь жизнь подкидывала такие ситуации что я так или иначе чувствовал себя в одиночестве и в какой-то момент вот этим летом проходя вот эту почитаю эту книжку я тогда там работы в магазинчике в подвале продавал английские всякие благоугольники и все такое я сидел в подвале читал эту книжку никто мне не ходил потому что лето жара и все на озерах а я сижу в подвале мне было так хорошо в одиночестве я пришел читая книжку потому что я в одиночестве мне хорошо наконец-то я помню куда мне было 20 лет я хотел на выходных сделать для себя дома уборку и к вечеру воскресенье мне было уже плохо мне надо идти на какой-нибудь кусок ну что же делать потому что я вот экстраверт вот мне надо вот обязательно с это общаться в общем теперь мне намного лучше также к этому спасибо спасибо это была моя история но также может дополнить то что я еще делал всякие духовные практики уже давно этим занимаюсь там йогой занимаюсь смотрю всякие канальчики интересные на ютюбе вообще я учусь на целитель и умею всякие целительные медитации проводить читал всякие книжки по поводу духовного роста и исцеления много еще чего но все-таки по факту я считаю что главным двигателем вот этой моей моей трансформации была вот эта программа и это вот в тему того о чем я сегодня хотел поговорить о трансформациях о том как можно менять жизнь и принципе потому что допустим у нас при определенных эмоциях когда-то там любишь да человек или допустим идет волнение учащенное сердцебиение дыхание там ладошки спутить или еще что-то допустим когда ты смеешься у тебя примерно в теле точно такие же процессы происходят но мозг направляет ее немножечко в другое грубо говоря энергия не правильно и ты уже сама шерковали до куда-то допустим направишь то нет ни плохой ни хорошая энергия как бы верно или нет или все такие вот но опять же это плотная энергия слушай я думаю тут вопрос в том на с какого уровня смотреть и есть такой уровень на котором все является светом божественной любви и вся энергия хорошая есть такой уровень как уровень сейчас скажу уровень стимуляции нервной системы и вот твой пример он конкретно показывает то что на этом уровне нет разницы между одним и другим но я думаю что есть уровень на котором есть такая тема чистота вибрации негативные эмоции негативные чувства не обязательно злости а также могут быть там обиды это не столько о насыщенности энергии не столько о ее интенсивности а сколько о ее качестве как раз вот это вопрос был про качество вот с этой точки зрения они считаются низко вибрационными как бы дальше от бога грубо говоря который высоко и есть более высоко вибрационные любовь благодарность и в таком ключе испытывая гнев ты конечно будешь стимулировать свою нервную систему у тебя будут силы что-то делать но это более разрушительная энергия чем созидающие на дальше от состояния близкого бога для ты творец любящий и что-то в своей жизни берешь и меняешь в лучшую сторону но как бы а это больше к разрушению но бывают исключения бывают исключения когда ситуации нас приводят к гневу когда мы там не узнали разрушаем отношения в которых пять лет страдали потому что наконец достаточно накопился этот гнев и после того как разрушили эти отношения мы еще потом очень долго офигевали а потом просто мы стали офигевать ну все надо жить дальше и начинаем становиться лучше и этот гнев был необходим чтобы мы стали лучше и это вот такая точка зрения этой серии все состоит из света божественной любви потому что ну весь опыт он ведет к нашему росту как вот я говорил о том что души выбирают опыт который они проходят и даже если нам кажется что он воспринимать он как негативный как страдание как потому что то еще для души это это обучающий опыт она изучает эту сферу она и познает как работает такой вот взаимоотношений или творчество вот в такой теме и с точки зрения личности нам это плохо с точки зрения души она усвоила какой-то урок если мы при этом не тупим и действительно что-то из-за того себе берем то мы можем потом еще и к творчеству прийти на основе усвоенных уроков и это тоже для души плюс потому что душ приходит не только учиться но и творить это такой плотный миф который можно взять что-то и сделать и вот оно сделано там у них как бы все это такое текучее бестелесное на уровне энергии случайно где-то мне попалось видео про нумерологию как раз именно по дате рождения что допустим определялась допустим если какое-то определенное время породился то что душе нужно пройти допустим какое-то душе нужно сохранить и накопить и сохранить раз в 37 лет что-то не просто перерождается душе не помню вообще у каждого своя какая-то задача но я по нумерологии никогда не читал честно говоря но опыт с общими идеями в принципе я согласен то что можно как-то выяснить предназначение своей души и реальному души обычно есть задачи и можно это делать при помощи всяких вот там нумерологии а можно при помощи астрологии там есть точки которые показывают это можно вот при помощи дизайна человека можно просто сидеть медитировать и говорить ой душа скажи мне и ну типа это работает просто берешь и силой своей говоришь душа типа я выхожу с тобой на связь ой пробей по завесу моей тупости и скажи мне и слушать тебя это очень хороший вопрос самая главная единственная практика созерцание созерцание это наблюдение вот то есть это не медитация и так я хочу чтобы у меня были высокие частоты я тоже работать это не тренировки там какие-то так я вот буду там вот делать стараться прям за принуждать себя там вот нет это я вот живу как я живу но я наблюдаю за собой я смотрю какой я и кроме этого значит я считаю книжку где описано вот вот такая тема для тебя главное она у тебя будет сквозить через всю жизнь она у тебя будет вот так вот проявляться в тени а вот так вот проявляться в дарах а вот так вот ситхи называется вот уже стыну рей и ты был и в йоге значит созерцаешь как эта энергия проявляется в каких жизненных ситуациях потом созерцаешь друг вот одна книжка это генные ключи вот эти 64 тема другая книжка это золотой путь как с ними работать созерцаешь золотой путь он тебе говорит первая тема у тебя будет связано вот с этим вот с этим 2 вот с этим вот с этим между ними вызов всем жизнь подкидывает вызов но это с чего начинается вообще золотой путь то чтобы прими вызов жизни созерцает значит тем созерцаешь что он для тебя значит и самое конечно главное созерцаешь свою жизнь и себя вот чё-то те что делает жизнь с тобой и ты проявляешься и нередко это бывает что ты проявляешься в тени а бывает что ты проявляешься в дарах ну тут уже как от человека зависит ну да типа более творчески более счастлива более любящий такой дом сел медитировать бах проснулся в дарах это тема вот тень дары и звездных война в ситхе и это вообще не про медитации это именно про жизнь свою жизнь то есть ты продолжаешь проанализировать мы жили грубо говоря в наших эмоциях на которых мы где-то там и в них тоже погрязли и не можем адекватно сюда как бы увидеть со стороны проанализировать опять же потому что нас мучает нас уже эмоции которые они дают точно или ну как ставить знаешь чтобы именно точно конкретно созерцать и анализировать и понимать вот врачи это вот на самом деле с собой со стороны на самом деле ключей просто приведи какой у тебя такой участок просит погнили какого уровня проявляют ну сейчас сейчас поняли глазами ребенок глазами ребенка это третий генны ключ третий генны ключ хорошо что ты взял третий генны ключ я вам помню да они реально очень подробно все кажется там 500 страниц книжка эти генны ключи все что я короче я сначала отвечу на конкретный вопрос там был про эмоции потом я значит смотри твой вопрос с эмоциями он прорабатывается так сказать не в начале пути в начале пути ты просто пытаешься как бы не пытаешься конкретно идешь к тому чтобы как стабильно встать на ноги понять как вообще работать вот с жизнью в контакте как принимать ее вызов как открыть свои таланты которые на поверхности вот а когда эмоции мешают что там вот с собой работать это уже ближе к второй части золотого пути вот первая часть это как стабильно встать на ноги вторая часть это проработать свои эмоции травмы и блоки третья часть это идти в жизнь со своим предназначением прийти к процветанию вот и вторая часть она самая трансформационная самая относится к теме которую я сегодня поднимаю изменение жизни и там есть одна часть одна сфера которая часть за то чтобы он тебя не гнобил и не говорил тебе что-то плохого другая часть чтобы ты мог справляться со своими плохими эмоциями потому что плохие эмоции это будет часть жизни не надо их бояться надо их жить можно их жить так чтобы получить от получать от них то что почему я ничего и буду заканчивать быстрее обед потом третья часть это про то чтобы раскрыть свой так сказать двигатель к росту постоянно духовный интеллект это он называет первое это айкью то есть интеллект ментальный потом это эмоциональный интеллект и третье это духовный интеллект и работа вот с этими тремя системе это как раз самая трансформационная часть золотого пути то что я уже упоминал генетической травме и избавляешься и не боишься как раскрываешь свое сердце перестаешь испытывать страдания по поводу жизни новая семья золотого пути получается вот это на самом деле не про энергию это просто знание это про то как энергия отличная тема и энергия тесно связано с сознанием то есть можно если ты делаешь энергетические практики при этом и не перебарщиваешь то это реально помогает держаться на уровне дорог ну то есть я по себе замечал есть же как так я не рассказываю про примеры да ладно я короче я значит вернусь к связи энергетических практик и золотого пути вот сейчас расскажу про что у меня почему-то не всплывает какой ключ я хочу рассказать свой какой-то будет вот так вот короче про отклик да у меня есть значит ключ который связан с состником называется называется красота чудовище у них у всех такие вот название и а сколько всего их ключи 64 количество гексаграмм да это именно есть гексаграмм то есть там конкретно есть связь с гексаграммами есть связь со стихиями триграммы которые в и дзин то есть там прям глубоко и глубоко и еще глубже люди который здесь очень очень много хороши и максимум в-дзи-дзи-дзи-дзи-дзи-дзи-дзи-дзи ну то есть это все как раздоваться и-то и-то это Есть соответствие астрологического круга, Вы видел когда-нибудь ментальную карту? Ну, видел, конечно. Соответствие знаков заглябка и вот этих 64 гексограмм. Это еще в 87-м году в пещере нашептали. Вот так. А как узнать, есть какая-то программа или где-то это вычипывается, допустим? Ну, вот мы сейчас сказали, то есть это попадут именно к астрологам, чтобы он тебе показал или еще вот из этих 64 гексограмм, Это вот там, это вот, строишь карту на любомудре, и там есть два славца, это вот твои активации. Все, там есть цифры. Ну, где ключ? Так, это показывает дизайн человека, да? Да, то есть это есть связь с дизайнером человека. Вот 34 гексограмм, сейчас хочу рассказать. Вот, вот верхний правый. Это ключ? Это, это обозначение его, ну, номер 34.5. Это все ключи? Которые у тебя активированы. То есть, скажи, а в чем дизайн и личность отличаются? О, да, это хороший вопрос. То есть, как бы, здесь вот, непонятно. То есть, получается, чем больше баллов, тем меньше активированные? Нет, это баллы базы вообще, нет никаких баллов. Ну, а это 40, что там началось? Это все номера ключей из 64. То есть, это просто их порядковый номер. А почему точка 1.6? Вот, это другой хороший вопрос. Такой вопрос. Вот если такой бодиграф, мне уже нарисовали там знающие люди. То есть, видя перед собой вот такую картинку, как в телефоне в том, да? Можно по ней узнать, какие у тебя ключи, какие там ворота. Ключи и ворота, это синонимы практически. То есть, видя бодиграф, это вот можно узнать на себя. Это вот по столбцам, да, справа, слева. Сможешь научить нас? Вам интересно сейчас научиться и читать? Ну, понять, что такое красный, черный? Ну, я... Ну, хотя бы... Ну, хотя бы немножко... Это был первый хороший вопрос, который все еще висит в воздухе. Вы нашли на ощупь, вы не можете видеть. Дизайн. Судьба, личность, то есть судьба, да? Ну, судя по всему, интересную растетевают. И то, что с дизайн. Дизайн и личность, как они с это относятся? Просто нужно видео назвать терминами дизайна человека. Там, скорее всего, есть вот это. Да, я, в общем, готов, значит, отвечать на все ваши вопросы. Это наиболее интересно, потому что, в первую очередь, там понятие личности более знакомо, чем обильные ключи. Хорошо, значит, поехали. Дизайн-человек модернизировал почти все такие учения, которые он себе впитал. И астрология, в том числе, он говорит, два импринта астрологических смотрятся. На момент рождения, как натальная карта, и на момент за три месяца до рождения. Вот, то есть, я родился 23 мая, вот там 22 февраля моего года был первый импринт на меня, а потом 23 мая был второй импринт на меня. И вот личность, это 23 мая, на момент рождения, а красненьким, то, что называется дизайн, это то, как были планеты за три месяца до моего рождения. А почему именно за три? Да, почему на три? Ну, голос нашептал. Ну, что поделать? Ясно. И, значит, в чем разница еще по смыслу, я давайте, чтобы более цельный был ответ. То, что называется личность, это то, что более осознанно, то, что мы умом своим можем легче заметить. То, что называется дизайн, это наше тело само делает. Оно предполагается, что оно менее осознанно, но, на самом деле, можно... Но, возможно, уже сильнее и правильнее где-то. Понятно? Ну, потому что просто наш мозг нас порой просто разрушает. Ну, бывает и такое, бывает и сякое, это зависит от уровня сознания. На самом деле, это все лишь какие-то там схемки, картинки. Ну, мы все великие, могущественные, творческие, духовные существа. И просто пришли поиграть в игрушку. И при помощи этих картинок можно познать себя. Но на самом деле, мы бесконечно сильны. И можно и с сознанием проникать в свое подсознание, и там дыханием управлять, и там ничего не есть. И вообще, если с воздуха... То есть, грубо говоря, красная личность, это то, что мы сейчас есть... Чёрная. А, чёрная. То, что мы сейчас есть, то, что мы осознаем. Да, то, что мы осознаем. А вот этот сам дизайн, это то, что, в принципе, у нас где-то там... Это то, что в теле оно само это поработает. Как бы оно само и это... То, что подсознание, тип. Да, больше больше. Хорошо. А что означает, ладно, вот эти вот цифры, о которых делятся по шикаре, вот как говорили, допустим. Давай еще, значит, у тебя хороший вопрос, и это, я думаю, я предпосхитичу твой другой вопрос новый. Значит, я уже упоминал, то, что есть астрологический круг, и там вот есть 12 знаков зодиака. Вот. Придумали соответствие, как разделить этот круг на 64 сектора, и получается, круг теперь состоит из 64 вот этих вот виксаграмм, ворот, герных ключей, это вот все синоним в данном контексте. Но если взять вот маленький сектор, одну 64-го круга, то ее можно поделить еще одной. И она поделена. И она поделена на 6 частей, это называется линии. То есть каждый из 64 еще на 6 делится, да? Да. То есть 64 делим на 6, я так представляю. Нет, скорее, как бы не каждую делим на 6, а ну вот. А, весь круг из 64 делится на 6 больших блоков. Нет, нет, наоборот, каждый маленький сектор делится еще на 6. Каждый маленький. На подсекторах. То есть таким образом 64 умножить на 6. Да, вот на 6. И это будет общее количество виния, там, что-то 384, что-то. Это у каждого человека так. Или это столько типов? Это только зон на небе, вот. И, короче, там вопрос в том, куда попала какая светила, в какую микрозону, так скажем. И это обозначено цифрой после точки. То есть у каждого ключа, мы смотрим, в общем, значит, у каждого есть два столбца. Какие там планеты, куда попали, на момент рождения, на момент за 3 месяца, до рождения. И более того, кроме того, в какой сектор это попало, после точки видно, в какую часть этого сектора попало. Этот момент, минус 3 месяца, как-то одним словом, есть термин? По дизайну. Ну, да. Это так, по личности и по дизайну. А, вот так, по личности, это дата рождения, а по дизайну это вот это минус 3. А теперь, если там написано 3 дробь 6, например, да? Или там 2 дробь 5. Да, кстати, вот эти дроби, что значит? 1 дробь 3. Вот, 1 дробь 3, это значит, нельзя приблизить. Солнце у тебя попало. Посмотри, в первой строчке 32.1, это по личности. И 62.3. Это вот 1, а это вот 3. Это, о чем это говорит, правда? Есть профили просто, у каждого свой. Это, кстати, на самом деле важно. У него 3.5, да? 3.5, да? 3.5, да? В общем, я тебе говорю, если я объясню, вот так же. На конкретном примере. В общем, 3.5, и везде меня окружают. Это по картисту, да. Это вот на 9-4 дробь, 4-5, вот на 10-4 дробь 1. И это делает, что у тебя профиль 5 дробь 1. Где-то в каждом сердце он написан профиль, как-то прочитать. Сердиконструкция, они все разные, все другие, но профиль, как я уже объяснял, это как подсектор. То есть, я с наступал в 34 дробь, но он делится еще на 6 подсекторов, а я, конкретно, в 5 подсектор. Каждый день я в конкретном, я такой четко взял одну теорию, прорабатывал до самого, применим, обязательно. Каждая линия, она отражает степень вывезда. Ой, я не могу сказать. Квадар, мы можем вообще, не знаем, да? Один, три, они другой, они по-другому на мир смотрят. Они как-то объединяют людей. Мне нравится, когда люди объединяют, они разделяют правду. Да, давайте я, ребята, еще расскажу про эти циферки. Каждая линия, вот этот подсектор, она отражает степень эволюции своего сектора. И то, в какие линии попало солнце, это то, какую социальную роль вы предрасположены занимать. Например, вот у Тани 5-1. И пятерка, это самая такая, как... Шестерка самая. Вообще, каждая самая. Обычно шестерка, но пятерка-то так. Пятерка самая крутая, на самом деле. Пятерка, это линия лидерства, линия практического решения каких-то проблем. На пятерок, у тех, у кого есть пятерка, на тех людей, люди нарешивают проекции, что эти люди смогут помочь. Потому что эти люди реально предрасположены помогать, решать проблему. Ну, это бывает сложно, но... Это бывает сложно. Это всегда бывает сложно. Надо слушать... Надо слушать отклик. То, что я говорил про отклик. Есть энергия в теле, чтобы делать дело, или нет энергии в теле. И если нет энергии в теле, не надо это делать. Вот тебя все сразу на костер. Ну, это если ты не дребять. Если ты дребять, то успешно. То есть, пока определенным типом такое, да, нужно отклик там искать у себя, да. Это определенным вот этим типом, да, нужно... Отклик, да, ждать. Слушай, я тебе по-честному скажу. Мне кажется, отклик есть у всех. Либо нет, да. Ну, типа, по идее, да. То есть, дизайн человек говорит, что отклик это чисто генераторская тема. Вот. Это один из типов генераторов. Нет, понятно. Там их четыре всего, да, этих генераторов. Можно сказать, четыре, но генераторы делятся на два еще. Есть чистые генераторы на 10 рублей. Ну, я там маленько в теме. В теме всяких дел, работ, там... Ну, не скажу, бизнеса, дела, это тоже относится, да. То есть, к тебе люди, вот, типа, делай вот это, вот это, порвай. А у меня отклика нет. Не буду делать. Вот это, в принципе, да, но тут надо чувствовать грань. Я пошел, да. Ну, да, ну, потому что это, может быть, как сваливаешь ответственности, ничего не делаешь. А может быть, что ты реально занимаешься не тем, и тебе не ударит. Я правильно задаю вопрос с подковыркой. Я пишу, да, я врату с ним разно. Тварь. Нереально интересно. Ну, собственно, вот, короче, ребята, девчата, давайте я продолжу, значит, свою тему. Я про линии, про все шесть. Да, я про линии, про все шесть. Про, зачем я не всех шесть? Просто один, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, это, вот, значит, либо по личности, если она вначале. Ну, как она влияет на личности, в пятерку, когда начали, и в пятерку дизайне. Блин, это точно те самые гебри, которые нам нужно сейчас обсуждать. Либо значение соединения, когда расскажу. Или где-то можно информацию почитать, чтобы она не выгоднает. Да, информации вообще дофига много. Ну, как? Ну, чтобы именно... Вот есть, если вы знаете, маэстро Ричард. Маэстро Ричард, есть? Это будет, ребята, расползаются по всем местам, да. Людям не считают, что они чем понимают это все. Есть маэстро Ричард? Поделишься. Рад, конечно. Добавляйся ВКонтакте. Ричард Рад, который написал эти гендерные ключи и золотой путь. У него в золотом пути у меня есть технический выстроен вариант. Очень хорошее описание. Я могу вот скинуть эти описания, там вот, как-нибудь, про Ленина. Если ты 5-1, то тебе нужно быть лидером. И при этом быть еще, как бы, искать везде устойчивость основания, как бы, копать глубоко. Какая-то единица, это основ... Да, глубоко я могу, но лидерам в этом все это не нужно. Ну, значит, лидером в чем-то... Ну, это не лидер, это спасатель, скорее. Да, это конкретно лидер, мастер, генерал. Это... 5-1, основный лидер, мастер, генерал, основный спасатель. Ну, может быть, спасатель. Еще не открыла? Да. Я думаю, что можно мотивировать тебя. Да, да. Привет. О, Васил, добро пожаловать на показачевых. Мы две, я представляю, как ты открываешь дверь и уходишь. Равник! Вот, нет, на самом деле, я буду рад, если ты послушаешь. Сегодня социология сегодня не выучилась. Например, Д1-3. Я сказала, что это слышно. Про лидерство? Вот и вы, что-то, не обладает там лидерство. Нет пятерки лидерства. Они опытные. Есть, есть лидерство. Опыт, это тройки вообще. Они лидеры, когда уже дни, уже приплет, и они все надежды на тебя возлагают, когда ты встаешь и делаешь сцены. Сцены, 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 сцены. Сцены, 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 сцены. Да, это более близко, это пятерки, пять-эти-дин. И не у всех пятерки, пять-эти-дин есть вот эти лидерские качества. То есть, они в основном спасатели, но... Люди вообще разные. Короче, я что тебе хочу сказать? То, что если из шестиленей есть лидер, то это пятерка. И если какой-то человек с пятеркой, но он не лидер, то он еще не научился. Хорошее оправдание. Несовершенствование. В нашей группе уже все выгубилось в этот пять-эти-дин. И посчитала, что там совершенно не про лидерские качества. Это как на азотерическом. Ну, вот золотом как-то не посчитала. Делайте теорию, то у вас получится. Теория, теория, практика, практика. Я вам говорю, что люди из пять-эти-начевают все эти темы. То, что они пишут. Нет такого, что ты стал, а ты лидер. Лидер, вновь, я не понимаю. Думаю, что лидер, тот, кто взял, тот, кто вложил, пошел, и все пошли за них. Но это нечет ответственность. Тот, кто решает вопросы. Вот о чем Питер. Кто-то делал, что это есть спасатель. Кто-то решает вопросы, это просто есть спасатель. А лидер, это вот кто-то поднял какую-то теорию, я попер ее, и все за них пошли толпой. Но то-то дело, что пять-эти-н не тот тип. Сергей, вот картинку эту, понимаешь, и в чём-то у него, вот там можно увеличивать, уменьшать. Но цифрах у меня, по-моему, шесть-два, если это Сергей. Да, есть тут шесть-два. Это рисовал Сергей Ли. Есть такой мастер этого дела. Давно, про одну год назад он рисовал. Что сие значит? Шесть-два, значит, мы тут говорили про пять-эти-н. Слушай, ты генератор, тебе надо слушать отклик. Да, я знаю, что какой-то манифестирующий. Что такое манифестирующий генератор? А что там про один-три говорили, когда я зашел? Что? Про один-три что там говорили? Сейчас, быстренько тогда. Шесть-два, надо идти к тому, чтобы быть учителем, мудрецом и примером для других. Вау! Маэстро Йодов Звездных войск. Маэстро Йодов Звездных войск. Маэстро Зеленый всех учит. Такой умный сам, нет? Нет? Да, да. Мы оставляем. А это не гордыня, я стесняюсь, что ты даже громко таким... Подожди, подожди, подожди. Тут можно без гордыни. Это... Да, как не без гордыни. Просто учишь тыков. Короче, большая ответственность. Это не для того, чтобы выпендриваться, а для того, чтобы людям помогать. Каждое утро, значит, проси высших сил, чтобы они помогли тебе, людям помогать. И скромно делай это. Вот так. Слушай, я пока только хочу благодарить высшие силы за то, что у меня что-то получилось сделать, например, руками. Что я имплантировал себе руки с жопы на нужное место. За это я поблагодарю хотя бы. Пересадку уже сделаем. Пересадку, знаете, есть пересадка пальца, пересадка сердца, а тут пересадка роз. Слушай, я сам и то же самое делала. Да. Пересадку еще сильно поблагодарю. Задние части к плечам. Хотя бы для начала за это чуть-чуть их благодарить. Спасибо, что такого меня сделали, что такое умеют. А учить други это уже следующий шаг. Ну, это, в общем, это... Ну, я так не буду. Ну, дорогу оселить ведущий. Да. Дорогу оселить везущий, который везет, да? Это специально закрыло камеру, чтобы... Это... Короче, еще одно слово про двойку. Двойки выразительные и сами себя не замечающие. То есть тебе... Сами себя не замечающие. Это значит о чем? О том, что тебе может быть тяжело себя понять. И спрашивай у других про себя. Или почаще старайся за собой... За проекторов. Почаще старайся за собой следить. Да. То есть, как бы двойка к этому не предрасположена. А это вообще важный навык. Поэтому вот... Ну, вдохновляю делать вот это. А теперь один три. Один основной. Один три... Значит, единицу мы уже упоминали. Единица это то, что ищет основание. Это то, что начало. Любит копать глубоко. Любит копать в себя. Любит что-то новое творить. Три. Это... Это перемены, пробы и адаптация. Как все оболчено. Ты бы корректно попро тройку рассказала. Конечно. Просто у меня три, поэтому я... Это моя жизнь. Корректно. Бог и так себя... Вот это вот на любого человека. Примеряй. И вот с любых человеком совпадет. Ну да. Потому что у одного в одном перемены там адаптация, у другого в другом, у третьего в третьем. И независимо, какие у них профили. Вася, я тебя лично прошу. Короче, все в жизни реально у всех, все про всех. Вася, я тебя прошу поменьше критических замечаний в нашем эзотеричном круге. Я понимаю, что это не совсем как бы... Вот почему вы эзотерики там или религиозные люди отсеиваете, ну сразу стараетесь закрыться. То есть нечего противоподставить. Потому что мне нет никакой цели, никому ничего доказывать. У меня есть цель людям помочь. И если я буду тебе что-то доказывать, я меньше помогу. Так вот, я продолжу про один-три. Значит, это значит, во-первых, искать в себе основания, искать, укреплять себя, изучать себя, но при этом пробовать новое. И как бы это такой ошибник, который попадает в ошибки, который делает выводы на основе этих ошибок и от этого становится крепче и все больше основательнее внутри себя. Он полезен навык для любого человека. Да, они все на самом деле полезны. Действительно. Иначе это называется по-другому отстройку. Стой, нечего того, что убить, что по-моему. А как, нечего того, что не навредить? Как, нечего того, что не навредить? Может, не поможешься, но обратно навредить, что убить? Это один, да. Ну, да, может, будет. Но я тебя все равно, правда, прошу, ну не надо вмешиваться и ставить спицы в колеса. Ты принимаешь эту информацию, либо не принимаешь. Допустим, вот, мне это нет, я принимаю. Нет, у меня нет. Да, типа, если мы едем на этом велосипеде, не вставляй спицы в колеса. Мы едем. А можно вставку от зрителя. Мне нравятся ваши негативические замечания. Я как зритель со стороны. Мне интересно видеть все стороны. Противоположное ныне. Вот это вот явление, которое мы обсуждаем. И может человек просто... Хорошо, может, я просто заранее так настрою в классе. Ну, как бы сейчас думал, что ты допустим билю эту концепцию, но она вредит в этом. А человек какой-то, услышит критический комментарий, задумается и поймешь, что там, что тут не то. Хорошо, на любую вещь будут... Да, просто у нас это просто хитарная история. Вот. Про профили. Есть еще... У кого-нибудь еще какие-то профили? Три-пять расскажи вам. Три-пять. О, да. Петюх. Эй, Петуха! Да, Петюху. Петюха, это наша с тобой пятая линия по дизайну. Иди такие. Значит, вот мы уже тут обсуждали, да, тройки, которые... Ну, как я корректно выразился... Совершенно грабки. Перемены, пробы и улучшения. Грабли. Да, значит, вот это слово пробы ключевое. Грабли. Надо что-нибудь попробовать, и, короче, там нередко бывают грабли. Вот. Но в итоге, на самом деле, когда много всего попробуем, пятая линия, линия лидерства, линия решения вопросов, выясняет, что из этого на самом деле работает, чтобы, если кому надо помочь, берем и помогаем. То есть это такой лидер-бунтарь. Бунтарь, который бьется головой об стену и танцует на... Квастер, как бы так сказать. На граблях. И на углях. Вот. Ну, и, короче, что-то из этого точно работает. Все равно что-то получится. Уже ходили по граждан, по гражданам, по гражданам. Короче, и грабли, и трещать, это то, что... Погражданам все ходят. А что-нибудь... Погражданам все ходят. Да, 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 да. А потом к тебе придут и... А что делать? А, о, по штуру, рекрессионал. Танцы на граблях. Ну, суть 1-3 тоже близко, а так не так. 1-3 просто больше направлен на себя и на усиление самого себя. А пятерка более направлена на то, чтобы помогать другим. Вот. Про... Ну, в общем, про линии. Я как бы все кратко описал, давайте сейчас быстренько скажу. Тогда еще четвертку только не упоминал. Единица. Это основание, которое смотрит в себя и становится крепче. Двойка. Она выразительно, она выплескивает себя наружу и даже не замечает, что она делает, она просто в потоке. Тройка. Она все пробует, ищет, что не работает и ищет, что улучшит. Четверка, которую я вообще не упоминал. Она строит связи, строит отношения, строит свой близкий круг, чтобы потом на этот близкий круг влиять и распространять свое. Пятерка. Она доводит свое дело до совершенства, чтобы, если кому нужна помощь, я беру и делаю свою тему лучше всех. Шестерка. Она идет к росту так далеко, что... Вот она вот даже не для того, чтобы делать, а для того, чтобы просто воплощать. Смотрите, как я классно это делаю. Если вы что, можете спросить у меня совета, как стать таким же классным. Это... Даже не так ярко, как пятерка. Там две цифры через тропь. Это что значит? Значит, на тебя имеют влияние обе цифры. Первая цифра – это шестерка, которая мудрец-учитель, который идет к совершенству. А вторая цифра – это двойка, которая выразительная и не замечает себя. Вот. У меня три-пять. То есть я все пробую и также решаю вопросы. Один-три. Я становлюсь крепче, изучаю себя, а заодно все пробую, чтобы становиться... Чтобы выяснять из этого, что работает, чтобы адаптироваться. Вот. Вот. И, кстати, в «Золотом пути», который я упоминал, в программах, там эти линии, они имеют очень важное значение. И там по поводу каждой линии есть текст, по поводу того, как этой линией пользоваться. Как, ну, то есть он вообще предлагает каждый раз считать все линии, чтобы понимать эту историю, понимать других людей, понимать, что на самом деле все есть про всех. Вася, это действительно правильно сказал. Можно сказать, что угодно, про кого угодно, и это может зайти, и в какой-то ситуации реально люди ведут себя вот всяко. Да. На этом все и основано. Но, значит, в зависимости от активации, что-то более про тебя, что-то для тебя более актуально, что-то является именно твоим ключом к росту. Ну, вот я прослушал все эти линии, да, называется. Ну, это как бы переменные состояния. То есть когда-то человеку в какой-то момент одно, включается в какой-то момент другое, в какой-то момент третье. То есть... Да. И человек может найти любое из этих в себе. Ты прав. И, значит, в золотом пути об этом говорится то, что для проработки разных тем, а там тем всего 11, у тебя, ну, грубо говоря, тебе удобнее прорабатывать там тему твоего эмоционального интеллекта через вот такую линию. А тему того, как ты сияешь своей крутостью через другую линию. И вот в зависимости от твоего стеологического импринта разные темы с разными линиями. Ну, то есть, получается, как бы дается готовая рекомендация, то есть, которая подходит, в принципе, любому человеку. Прорабатывай вот это через вот это. Человек прорабатывает это, а у него какие-то результаты появляются. Вот такой принцип. Ну, да, только единственное, что в зависимости от импринта у тебя меняется вот этот набор. Ну, то есть, рекомендаций много, то есть, на каждую тему есть по 6 рекомендаций. И более того, это еще связано с одной из 64 тем. И, то есть, в зависимости от того, когда ты родился, ты выбираешь одну из 64 тем и еще одну из 6 рекомендаций. И вот такой калейдоскоп, как сейф, подобрать ключик. Вот. И, то есть, ну, на самом-то деле, можно нахрен этим всем не пользоваться, можно просто жить свою жизнь. На самом деле, не все работают, но для всех людей. И важно независимо от этого. Вот именно, что, на самом деле, если ты хочешь вырасти, если ты хочешь стать лучше, если ты хочешь научиться открывать свое сердце и стать счастливее, и будешь любить, то ты просто берешь это и учишься этому. Но не всегда понятно, как. Это один из инструментов. Как бы и дает такую некую иллюзию понимания, как. Но на самом деле, любой завет верный, получается так. Значит, это я прожил тот путь. Ты рассказывал, такое вот бы, даже уже не очень краткое, но про начало. Сейчас можно подумать, куда двинуться дальше. Может, есть какие-то вопросы? Может, я вам 5 минуты? Может быть, у меня запрос на авторитет. На авторитет. Ага. Хорошо. Про авторитет. А какой авторитет? Сезеночный? Да, у меня авторитет. Или джин? Джин. Ой, вот про джи я не так хорошо знаю. Давайте расскажу про авторитет. Сакральный это какой? Сакральный это слушать отнюк. А, то есть это не по этим, не по центру? Это по центру. Сакрал. Есть такой центр. Джи это что-то? Тоже центр. Джи. Их 9. Да. Значит... 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 А потом, если что, расшифруем центр, забавный крест, шахстоподис, если только каждый крест опрочит. Ну, я не могу чуть-чуть казумок. Я про... Я проявляю тебя авторитетом для авторитета нету. А 3-4-1 значит 5. Правда? Ну, попробовали, если... Нет, почему? У тебя есть, что-то не запутали? Все, кто будет? Да. Может, даже лучше не... Ну, у каждого еще девка пошла. Может, у меня есть... Ну, у тебя есть, что-то...